Здравствуйте дамы и здравствуйте господа, с вами Ультра Стазурлейн, и сегодняшней темой видео является датамайн скиллов Шинана. Датамайн это по сути уже более серьезная вещь, то есть это уже не какие-то слухи скиллов, ее скорее всего все так и будет. Итак, не будем тянуть, сразу рассматриваем ее статы. Статы будут разумеется на 120 левеле при максимальном лимитбрейке, насколько я могу понимать. Поехали, броня у нее будет тяжелая, потому что у нее класс такой, она же линкором должна была быть. КП у нее почти 98600, что смотрится очень и очень и очень круто вообще-то. Авиация 437, ПВО 317, перезарядка 126, из уклонения могу выделить вот 49, как нам обещали, и удача 32, но если вы читали про ее историю, ребят, то там на 32 может 3,2, то есть 3,2, так может быть сойдет, но 32 серьезно. Че-то как-то многовато, как по мне. Дальше идет вкладка с лимитбрейками, что меняется от лимитбрейков. Появляется один пикирующий бомбардировщик. После первого лимитбрейка, который очень важный, в слот файтеров можно будет устанавливать любой самолет. Это важно, ребята, для ЛБС это может быть прям чертовски важно. Ну, второй получает лимитбрейк плюс 2 торпедных бомбардировщика при вылете, и последний лимитбрейк, все, все самолеты по плюс одной штуке будут вылетать. Кассетная эффективность тоже, видите, эффективность весьма хорошая, весьма добротная. Очень опять-таки радует, что в первый слот с файтерами можете переставить и торпедный бомбардировщик, и пикирующий. Смотрится очень интересно, дамага должна вываливать немало. Теперь же рассмотрим, что же у нее по скиллам. Скилл первый. При нанесении авиаударов запускайте самолетный бараш из Шиденс, Росеус или Саюнс. Ну, букву С, наверное, надо убрать, а тут типа во множественном числе с английского, ладно, неважно. Вот, то есть получается, она при авиаударе еще что-то выстреливает, еще раз самолет выстреливает. По-моему, смотрится очень интересно, по-моему, смотрится прикольно. Что же делать Саюны? Тут только о Саюнах расписано, видимо, они будут что-то дополнительное делать. Уменьшают огневую мощь, торпедный стат, ПВО, врага на 3% и увеличивают получаемый им урон на 3%. Отдавая приоритет гуманоидам, это если идет ПВЕ вопрос. Дебафы суммируются максимум до 3 стаков, то есть по девяточке можно все это срубить. Сохраняются до конца битвы. То есть, обращу внимание, этот дебаф может висеть в ПВП долго, но до конца битвы. И надо посмотреть, как он будет накидываться, в принципе. Но идея сама уже очень интересно смотрится. Ну или, допустим, в том же самом ПВЕ против каких-нибудь там экстра локационных боссов, может быть, тоже так же будет смотреться или против каких-то очень жестких противников. Но пока что это заделка, как по мне, на очень интересное ПВП. Второй скилл за первые два боя, в которых участвует этот корабль, бафает свой авиационный стат на 15%. Неплохо, замечательно. Что-то подобное было, по-моему, у Советской России, если я ничего не путаю. Ну там, правда, была, конечно же, огневая мощь, но вы поняли. Каждые 15 секунд запускает бараш. Бараш, если я смогу вставить стаблю, конечно, но так-то он вообще-то похож на плазменные бабочки. Наверное, это самое большее, что я как-то могу сравнить. И когда другие флоты, участвующие в вылазке, вступают в свой третий, четвертый, пятый бой, этот корабль остается живым, через 15 секунд после начала битвы активируете бараш. То есть она стреляет барашами в другие флоты. То есть, получается, ее не зашкварно, не стыдно взять на босса, потому что у нее хорошие статы. И плюс еще, вдобавок, она будет, сидя во флоте для босса, будет помогать флоту зачистки. По-моему, это смотрится очень хорошо. У той же самой Тосы была проблема, что она как бы не босс-киллер, то есть ее как бы и на босса-то брать можно, конечно, но нужно ли? А здесь я сам по себе корабль выдает очень приличный урон, но по идее должен. Пока еще, конечно, цифры, сами цифры бараже еще неизвестны. Но тем не менее, по статам, по эффективности флотов уже смотрится как весьма такой добротный дамагер. И плюс еще, вдобавок, бонусом мы имеем то, что она будет поддерживать другие флоты. Ну и учитывая, что в будущем будет операция Сирены, там можно будет в сложной локации брать 4 флота, то есть она будет поддерживать 3 флота. Ну, при должном сечении обстоятельств, разумеется. Смотрится очень интересно. Более реализованная версия, чем, например, у Касабланки или у Тосы. Там тоже были скиллы, которые влияют на другие флоты. И скилл третий. Пока на плаву, эсминцы во флоте получают плюс 15% огневой мощи, уклонения и противоподлодочного стата. Ну, огневая мощь, то есть получается З-23, то есть получается Ташкент, то есть получается З-1. Все эти девчонки, ну и остальные, конечно же, эсминцы, вот эти вот ребята, они получают весьма приличный бонус, не стыдный к огневой мощи. И главное, из-за чего? На пустом месте. Главное, нет ограничения именно в японских эсминцах, это радует. Уклонения. Ну, обычно у эсминцев уклонения очень много, так что плюс 15% очень много. Ну, спасибо, конечно. И противоподлодочный стат, который, как мне кажется, в будущем будет очень актуален. Приятный бонус. И в начале битвы, если у флота есть три или более японского корабля, конечно же японская сборка, кто бы сомневался, снижает свой получаемый урон от пушек и авиации на 20%. Именно урон не японок, а свой собственный получаемый урон. То есть она будет меньше получать от пушек и авиации на 20%. Смотрится неплохо. А японских авианосцев бафает на 15% авиации и точности. То есть она получается еще и сама себя будет бафать еще на 15% авиации. То есть, если вспомним первый скилл, то получается... Нет, не первый, второй скилл. То получается первые два боя у нее бонус будет в 30% авиационного стата, что смотрится, как по мне, весьма неплохо. Не получается еще точность. Вы можете спросить, зачем точность авианосцам? Вообще-то нужна. Вообще-то нужна. Авианосцы тоже порой промахиваются, и у них, по сути, работает та же самая механика. По сути, конечно же, она не получилась, как было вот в этих слухах, о которых я говорил до этого, слухи оказались не то чтобы на 100% верными. Вообще-то они оказались неверными. Но тем не менее, мы получили информацию, уже более-менее достоверную. Датамайну уже стоит верить. И теперь мы знаем, что она из себя представляет. Как по мне, она наверняка окажется кораблем с очень высоким потенциалом. Но тем не менее, нужно ждать практику, нужно ждать цифры баражей. И нужно ждать, что там насчитают более опытные ребята с Азии. Это нужно ждать. И также китайский такой первичный тир-лист по новым девчонкам. Можете посмотреть, Шинана стоит тир-0. Ки стоит тир-1. Сузуцуки тир-05. Но остальные распределились, скажем так, не в очень большом тренде, мягко говоря. В принципе, это все, что могу сказать по данному вопросу. Сегодня стрим будет в 6 часов вечера. Будем встречать новую гачу, новый вент выбивать Шинана. Всего хорошего, удачи в гачи, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok